Приветствую всех на нашем канале, и в этом видео сегодня мы поговорим о наших впечатлениях от города Кулалумпур, а также о бюджете поездки. Что хотелось бы сказать о климате? Ну климат примерно такой же, единственное, что конечно менее влажный, в связи с тем, что Кулалумпур не находится на море. А так температура та же. Еда. Еда в кафе довольно приличная, не острая, в общем-то нормальная. Говорят, что нет свинины в Малайзии, но это все ерунда, свинина есть. Но в основном блюда из говядины, из курицы, из мяса ягненка. Но цены в кафе выше, чем в Таиланде. Также еда не острая. Хотелось бы также остановиться на городе. Город, конечно, азиатский, сочетание небоскребов, сочетание развитой инфраструктуры, и, конечно, отойдя вглубь квартала, попадаешь на грязные улицы, по которым бегают крысы. И хочу заметить, мы жили в центре города, и тут же нам вспомнился Таиланд, о котором говорят, что здесь грязно. Я бы, конечно, так не сказал. Все-таки Кулалумпур это столица, но в глубине кварталов не очень, так скажем, чисто. Что хочется сказать о малайцах? Малайцы это не тайцы. Таиланд как бы расслабляет, в нем себя мы чувствуем комфортно. Здесь на улицах уже никто не улыбается, никто с тобой не здоровается, ну, кроме, конечно, на ресепшн в отеле. Все, это другие люди, это мусульманская страна. То есть, о себе скажу прямо. Когда-то думал о Малайзии как о запасном аэродроме, в связи с программой, которая существует, второй дом. Там тоже можно жить по пенсионной визе, и денег надо меньше, 17 тысяч долларов. Всего на каждого человека, но в этой стране я жить бы не хотел. Ну, хотя, хочу заметить, что мы не собираемся судить по одному городу о всей Малайзии. И в этом году мы не прощаемся с Малайзией. Мы еще поедем в этом году в Восточную Малайзию. Ну, также продолжим о самом бюджете. Сколько было потрачено денег и на что. Первое. Это отель. Почему я говорил в одном из видео об отеле, что расскажу позже, потому что здесь сложная система налоги. Например, на Букини этот отель мы видели за 3717 бат. Ну, и забронировали его, все как положено. И уже с налогами 16% он нам обходится уже 4312 бат. Но, приехав уже в Коумпур, в отель, еще 10 ренгит за каждую ночь, а точнее 40 ренгит, еще у них налог. Итого получился отель у нас 4608 бат. Или, если в переводе на рубли, 9600 рублей за 4 ночи. То есть, цена резко отличается. Цена получилась разница в батах за сутки на 222 бата. Опять, в этом отеле как бы получилось легкое недоразумение. Мы пришли в отель, спросили, на Букини есть? Есть. Нас спросили, будете платить по карточке или наличными? Мы сказали, конечно, наличными. И заплатили. Но, так как это было 15 число, а на следующий день наступило 16, мы ждали пенсию. И я решил посмотреть, на карточку упала пенсия или нет. Пенсия-то, ладно, не упала, да? Но, смотрю, что с карточки списали 143 доллара. Ну, и видно, что идет минус, и меланж снял эти деньги. Мы сразу пошли на ресепшн, говорим, в чем дело, почему с карточки сняли деньги. То есть, получилось, что у нас двойная оплата. Мы оплатили наличными и оплатили с карточки. Товарищ сказал, что да, да, ой, 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 ой. Произошло недоразумение. Завтра мы вам деньги вернем. Завтра деньги нам никто ничего не вернул. И уже уезжая, мы сказали, что будем жаловаться на букинг. Так это дело не оставим. Букинга они боятся. Потом, уже когда мы находились в Паттайе, минус на карточке пропадает. Появляется, что сумма 143 доллара заблокирована. Ну и 22 января деньги вернули. А 12 списали. То есть, у нас никогда такого не было. 12 января у нас был срок, последний день отмены. И всегда мы так делали. И никто у нас деньги не списывал. А тут раз и деньги исчезли. Вот такая картина с Малайзией. То есть, смотрите, проверяйте счет перед тем, как заселяться в отель. И товарищ ничего нам не сказал, что деньги с карточки сняли. На еду мы в день тратили примерно 140-150 рингит. Это примерно 1100 бат или 2300 рублей. Но хочу сказать, что завтрак у нас в отеле был. То есть, мы только обедали и ужинали. Сколько нам обошлось посещение достопримечательностей? Минара нам обошлась. 950 бат или примерно 2000 рублей. Также мы посетили Петроносы. Ну, они бесплатно. Посетили мы пещеру Бату, но потратили только на дорогу. Там что-то в одну сторону, на двоих 4 рингита, что ли. Ну, бат 30, наверное. Ну, короче, незначительная сумма. Площадь независимости тоже бесплатна. Парк посетили мы Пердана. Это там мы посетили парк Бабочек. Ну, это 50 рингит. Это 370 бат или 770 рублей. Также посетили Ауэр-стрит. Это улица, которая превращается вечером в улицу, где продают еду. Так можно сказать, большой фудкорт. Это является достопримечательностью Куала-Лумпура. Также мы хотели посетить Кальмар-Тропикале, французская деревня. Но не получилось. Мы хотели купить билеты по интернету. Но нам прислали такую штуку, что типа отправьте нам скан карточки. с двух сторон, где есть и код. Ну, конечно, решили, что лучше мы заплатим по приезду. Приехав, мы сразу пошли искать эту контору. Но контора была закрыта. Нас отправили в другую контору, потому что были праздники. То есть не получилось. Бюджет нашей поездки составил примерно 16 тысяч бат или 33 тысячи рублей. Также к этим 33 тысячам рублей надо добавить туда-обратно дорогу в аэропорт Куала-Лумпура. Это вышло у нас еще 832 рубля. А также мы оставляли машину в аэропорту Утапау на стоянке. Это еще 1200 рублей. Ну и передвижение по городу на метро. Ну, в общем, в общей сложности еще плюс 3000, итого 36 тысяч рублей. Ну, что хочется сказать о наших впечатлениях все-таки, о том, что стоит ли посещать Куала-Лумпур. Нет. Я не знаю, конечно, кому как. Некоторые пишут, что посетили Куала-Лумпур и все посмотрели за один день. Это вопрос того не может быть. Куала-Лумпур, конечно, своеобразный город. Мы нисколько не жалеем о том, что мы его посетили. Но, если говорить прямо, нам не хватило еще как минимум пары дней, чтобы познакомиться с другими достопримечательностями. В идеале, конечно, необходима неделя. От пяти дней до семи. Тогда, конечно, можно сделать уже какие-то выводы, посмотреть как можно больше достопримечательностей. Рассказ шел на фоне дороги, ведущей в аэропорт. Ну, сами видите, дорога хорошая, автобусы тоже нормальные. Есть экспрессы, которые идут быстрее всего на 10 минут. Нас пугали, что в Куала-Лумпуре пробки. Но мы, когда прилетели, как раз и был час пик, мы ехали без остановок и доехали минут где-то, наверное, за 50. А сейчас в аэропорт мы доехали вообще в пределах 35-40 минут. И цена, конечно, экспресса будет в два раза дороже. Но я не вижу смысла и за 10 минут платить в два раза дороже. Ну, в общем-то, все, что хотелось нам сказать о Куала-Лумпуре и рассказать о своих впечатлениях. Кому интересно, следите дальше за нашими поездками.